3, 2, 1, поехали! Да, вот это да. Как Алексей, кого считаешь фаворитом? Наверное, учитывая характер соревнования Блиц, все-таки французского чемпиона. Максим здорово в Блиц играет. Фабиано, конечно, усилился. Он замечательно играл в ноябре прошлого года против Накамуры самого. И победил его, кстати, и в Блиц, и во все что угодно тогда. Но все же, наверное, все-таки Максим посильнее в Блиц. Абсолютно согласен. И даже хотел бы усилить эту оценку. По-моему, Максим фаворит явный. Дело в том, что действительно Блицор, он очень стабильный. На последнем чемпионате мира по Блицу, я напомню, он лидировал от начала и почти до самого конца. Только на финише его обогнал Грещук. И вообще, в целом, его как Блицор отличает удивительная стабильность. Он очень быстр. И мне кажется, чем короче будет контроль времени, тем заметнее будет его преимущество. Но вот отсюда, кстати, вытекает и рецепт для Фабиана Круана. Как шахматист в целом. Он немножечко посильнее. Поэтому ему нужно в пятиминутках добиться перевеса. Желательно побольше очков набрать. Чтобы потом уже соперник не смог его догнать. Наверное, правильно. И вообще, в принципе, самое главное в таких случаях, он должен завязывать сложную борьбу. Потому что, если Блицор тебя сильнее, то обычно он техническими средствами побеждает. Как Накамора. Все длинные партии заканчиваются в пользу Накамора. В этом случае, конечно, Максим, сам тактик завидный. Но все-таки мне кажется, что у Фабиана есть шансы, если партии будут заканчиваться к сороковому ходу. Согласен. Я думаю, что так ему лучше было бы. Алексей, давай повторим формат. Потому что не все люди от начала до конца нас смотрят. Давай просто я кратко, быстренько пробегусь по условиям игры. Итак, дорогие друзья. Нас ожидает как минимум три часа Блица. Первые полтора часа играем с контролем 5 минут на партию и 2 секунды добавления на ход. Я считаю, что это игра по переписке. Фактически это даже не Блиц. Следующий час мы играем с контролем 3 плюс 2. 3 минуты и 2 секунды добавления на ход. Но это уже больше похоже на Блиц. На самом деле именно это стандартный контроль для чемпионатов мира. Собственно, уже реальный официальный Блиц. И потом полчаса играем по минутке, но с односекундным добавлением. Соответственно, ну все-таки шахматисты, у которых мышка более-менее в руках держится уверенно, должны эту партию все-таки тоже в шахматном плане вести неплохо. А ведь Пентал это не смог. Несколько раз просрочил. Это просто против Накамура не смог. Если каждый из нас сядет против Пентала, я думаю, что увидим, что он очень даже может. Ну, наверное, скорее всего. Там соотношение сил было такое, что... Конечно. Ну вот здесь вот говорят люди. Например, Майкл, там много цифр после этого, привел нам рейтинги. Вот с этого, с 2700 Чез. Ну там, где рейтинги обновляются все время. Рейтинг Блица, ну, выглядит вообще, ну, кажется, одноворотнее игра. То есть 2871 против 2665. Ну, я скажу тут только одну вещь, что поскольку этим рейтингам я не очень-то доверяю, поскольку турниров маловато по Блицу, и там скачут все очень здорово. Буквально последний турнир может тебе добавить 150 очков или там... Все-таки это не то, вот как разница, ну, я имею в виду в нормальных шахматах. Там действительно, чтобы заработать лишние 50 очков, нужно сильнее играть. А здесь один удачный турнир, поэтому я не думаю все-таки, что... Разница настолько фатальна, да? Да, ну да. Не может быть такого. 200 очков, ну, как-то это нереально. Хорошо. Я не знаю, конечно, там... Как они там считают, между прочим, Сергей? Есть у тебя какая-то информация, как обчитывать? Мне кажется, что там очень такая... Очень активная шкала, действительно, очень быстро изменяются рейтинги. Мне кажется, не хватает инерционности пока у этой системы. Я думаю, что они это делают специально, чтобы люди могли побыстрее набрать большие рейтинги. Но со временем, я думаю, вот эта математическая пропорция от победы, она должна как-то быть уменьшена, чтобы действительно это уже было более адекватно. То есть, это коэффициент они, наверное, поставили 40, да? Да, наверное, вот именно... Да, коэффициент слишком большой, как для юных талантов. Да, вот это для юных талантов тоже, они, честно говоря, я... Просто это дело новое, Алексей, дело новое, и им нужно побыстрее, чтобы эта иерархия была каким-то образом выстроена, пусть даже математически некорректно. Так, значит, что у нас происходит? Я напомню еще, что вот количество партий определенного у нас нет. Вот Сергей вот уже сейчас это упомянул. Просто вот по часам. Вот сейчас вы смотрите, вот этот счетчик, да? Убегают секунды. Это я сейчас самого поставил. Как предполагаю, это осталось до начала матча. Но я, конечно, могу ошибиться, потому что сами игроки начинают партию. То есть, когда они пожмут друг другу руки виртуально, значит, нажмут там на что-то и начнут играть между собой. В этот момент я постараюсь начать новый отсчет. Уже там будет 90 минут. Правила такие, что если вот осталось, ну, я не знаю, ну, хоть две секунды, по правилам они должны начинать следующую партию. Но если вот в процессе партии время-то закончилось, и вы видите, написано на очень правильном английском языке, даже, можно сказать, американизированном английском языке, слово and. Это будет означать, что все, время истекло, и уже они сыграли по этой версии последнюю партию. Алексей, а вот ты не знаешь, где сейчас сидит и играет Круана? Я подозреваю, что ваш Елограф все-таки во Франции дома, а где дом у Круаны? Такой вот любопытный вопрос. Италии или Штаты? Ну, я, честно говоря, думаю, что дома у него в Соединенных Штатах нет у него дома. Но вот это дело все-таки серьезное, нужно переезжать. Поменять федерацию, я понимаю, стоит больших денег, но в его случае, ну, трудно ему было бы здесь. Много бытовых проблем, которые кто-то другой должен был бы решать. Я не знаю, там он уже, по крайней мере, живет много лет, и, наверное, все налажено. Так что я предполагаю, что где у него нет. В Европе, к тому же, много больше турниров. В Европе больше турниров, и переезжать постоянно, да? Ну, просто сам факт в том, что, ну, что, ну, какой смысл, например? Ну, можно, наверное, снять квартиру там в том же Сент-Войсе, там, 10 минут пешком от этого клуба. Там, кстати, ну, район, в принципе, неплохой такой, туристический. Даже по многим улицам даже машины не могут ездить. То есть, только пешеходы гуляют. И там есть несколько таких, ну, зданий, где даются квартиры на съем. Они, разумеется, очень и очень недешевые. Ну, скажем, наверное, Фабиано мог бы себе это позволить. Но вопрос, как говорится, в чем смысл? Да. Ну, то есть, я думаю, что продолжает он жить в Европе. Мне так кажется. Ну, хорошо. Значит, два европейца вот сейчас виртуально играют. Значит, в Европе сейчас дело к вечеру. То есть, Центральная Европа, ну, видимо, в районе шести вечера. Нормально. Да нормально. Нормально. Просто шахматисты совы с утра играть не все умеют и любят. Так что, вообще, иногда это имеет значение. Так. Ну что, сколько у нас осталось времечка вообще? Я не знаю, 51 секунда, но это я предположил, что они начнут вовремя. Ну, как говорится, точка в точку. Но на самом деле я просто сижу и жду, вот как появится их партия. Я пока в ивентах не вижу их партии. Ну да, я не вижу. По идее, они должны, как мне объяснили, по крайней мере, они должны на самом верху оказаться. Потому что у них самый высокий рейтинг. Ну, естественно. То есть, я надеюсь, что я не пропущу. Но если я случайно пропущу, пожалуйста, немедленно меня оповестите об этом. Чтобы я, кажется, исправил свою ошибку. Первую партию они играют в шахматы Фишера. Так что мы все равно там дебютную часть не сможем толком прокомментировать. Дорогие друзья, я напомню, что в первом полуфинале Грещук в упорной борьбе одолел Араняна. Во втором полуфинале Накамура уверенно обыграл Харикришну. И теперь у нас известен первый полуфинал. Грещук Накамура. Очень интересно будет. Ну, а вот во втором полуфинале встретится победитель сегодняшнего матча. И, ну, так и напрашивается продолжение Магнус Карлсон. Но для этого ему надо будет сначала обыграть победителя квалификационного турнира, который состоится 31 мая. Ну, и, соответственно, в начале июня этот счастливец сыграет с Магнусом. Да, и может такой счастливец там быть вооруженный до зубов. Мы немножко беспокоились по этому поводу, потому что... Ну, в интернете это всегда беспокоится. По крайней мере, мы надеемся, что все-таки люди с таким реноме не опустятся. А выйдет кто-то неизвестно кто. Ну да, да, выйдет неизвестный парень с хорошим компьютером. И как начнет Магнуса чесать. Ну, конечно, начнет дубины метелить. Так, что нам тут говорят? Вот, есть Фабиана Круана против Лайон Бист. Вот это да. Вот я видишь, Алексей, Фабиана Круана против Лайон Бист. Ну, короче... Ну, хорошо, замечательно, замечательно. Ну вот. Заходим. Ну так все, дело пошло. Дело пошло. Хорошо. Все включено. Опять слоны какие-то по углам стоят. Ну, хорошо. Я более-менее сумел включить этот счетчик. Значит так, первая партия только одна играется по правилам Фишера. Потом будут играть по пять минут. По переписке, как Сергей сказал. Ну что, дебютная тут у нас канва простая. Слоны слева, а кони справа. Слонов надо вскрывать. Именно этим сейчас занимаются соперники. Вот я вижу, что все четыре слона уже активно работают. Пора бы их менять. Разменять-то непросто. Еще слон Е4, можно пойти. Ну, пока симметрия, я смотрю, полная. Ну да, такой сухой немножко ход был бы. Да, вообще это... Вообще, вот как я понимаю, первое желание квалифицированного шахматиста вывести коня с Ф1 и быстренько ракировать по-человечески. Чтобы позиция начала приобретать такие нормальные очертания. Но, наверное, шахматисты уже действуют по более продвинутой системе. Посмотрим. Ну, вот так он пошел. Проблема в том, что Д4 хотелось бы двинуть в центре. Но тогда как-то приходится бить слоном, а там конь выйдет и нападет на него. Мы все-таки привыкли так, что вот если проводишь такое продвижение в центре, как в сицилианской, играешь в Д4 на третьем ходу, но все-таки конем берешь. Правильно? Вот, смотри, симметрия нарушилась. Е6, черные все-таки Д5 при случае могут провести. Вот, а теперь Д4 надо пойти, я думаю, что... Ну, он, наверное, кровался. Но, в принципе, Д4 надо отвечать. Потому что конь с Е6 потом не выйдет уже на поддание этого слона. Да, логично, логично. Вот причем у хода Е6 есть тот минус, что теперь конь с Ф8-то как выйдет? Что-то да, вообще... Ну, конь Ф4, зато неплохой. А вот теперь понятно. Да, второй конь на Ж6 выходит. Вот такая конструкция. Ну, может быть, неплохо. Я считаю, что эту диагональ надо затыкать. Надо по правилам... Ну, вот как играешь против Бинони, то есть ходи Д4, а потом Д5 и закрывай эту маточку. Так и сыграно. Так и сыграно, да. Д4 сыграно. Вообще не знаю Д5 допускать. Бинони вообще дебют рискованный, а тут еще позиция какая-то странная. Хорошо, можно взять на Д4 и вывести коня на Ж6, потом на Ж4. Я думаю, что это лучше. Надо какие-то ежовые структуры играть, наверное. Мне кажется, Д5 опасно допускать. Вообще раздумья неплохие, да, все-таки шахматы. Ух ты, допустил. Ну что, посмотрим, Д5 будет сыграно. Вроде бы надо. Ну, очень напрашивается. Там, если разменяться еще поле Ф5, так, сыграл 2-0. Ну, теперь слон на А8 что, остался совсем на бабах? Ну, в принципе, да, в этом и была идея. Ну, как мы и ожидали, позиционер Фабиано должен... Ну, только коня с Ж3 не надо уводить, потому что все-таки ферзь на С1 стоит. Вот поэтому ладья Ф на Е1 можно. Слон С3, но он хочет ферзя на Б2, наверное, поставить. А тоже грамотно. Во-первых, мы защитим на Е2, ну и вообще давление начнется. Я даже не знаю. Вот слон Е5 вроде бы ходить не хочется. Но, с другой стороны, это последний шанс так пойти. Ладья Е8. Ну, значит, что же он Е5 будет играть? Можно продолжить ферзь. Ферзь Б2 сыгран, а Ф6 сейчас сыграет. А вот Ф6. А там слон бьет Ф6 нигде не прилетит в будущем. Ну, не знаю, как-то хлипко все у черных там. Взял на Д5. Так, любопытно. А может быть, какая-то позиционная жертва на Е3? Но это матом закончится. Так сейчас конем надо взять на Д5 тогда, чтобы Е3 потом иметь ход. О, так и сделал. Это очень интересно, да. Правильно. Ну, не знаю, стратегический, как говорили мы в Советском Союзе, ящик у черных просто. Не, да слон Е5 он же успевает. Но он должен взять свону, а быстро ходить слон Е5. Ну, потом Е4, Ф4, как-то накат, конь на Ф5. Ну, в принципе, да, конечно. А конь на Ф5 вообще не теряется. Самое главное, что у черных слон на А8 остается. Я вот не понимаю. Если слон на А8 остается упираться в пешку Д5, то это гроб какой-то. Дело в том, что, Сергей, до меня только что дошло, что если взять свону в этого коня, то потом конь на Ф4 потерялся бы после хода Е3. Конечно, Е3, да. А, да, ну, просто на меня это не должно. Пришлось разменяться. А вот теперь позиционный ящик, о котором мы говорили. Да, да. Так, ну, что касается слон бьет Е5, можно еще было слон бьет Ж6 пойти и выиграть пешку. Может быть, прямо здесь можно бить на Ф6, на Ж6 и потом ферзем на Ф6. Тоже может оказаться концом. Просто слон бьет Ф6, на ЖФ слон бьет Ж6 и ферзь Ф6. И ферзь С8 не выходит никуда. Их никто не выходит. А мы берем на Ж6, конь Ф5 и там дальше. Ну, вот по виду... А если тот возьмет на Ж3 и уничтожит этого коня, тогда можно будет ФЖ и переключить. Конечно, может быть, и ФЖ. По виду просто выиграно. У белых, ну, посмотрим. Можно слон бьет Ф6 и выигрывает. Но, с другой стороны... Фабиана классик, должен посчитать. Ну, да. С другой стороны, конечно, можно со всеми удобствами пытаться пойти конь Х5, а потом что-нибудь. Но это может быть не так эффективно. Тогда слон Е5, может быть, еще как-то будет держаться на плаву. Так, он решил сначала там взять. Ну, это нормальный порядок ходов, да. Вот так и сделал. Браво. Поддержал авторитет комментаторов. Браво. Браво комментатору, конечно. Не-не-не, мы просто так вбрасываем идеи, а супергрессмейстеры их реализуют. Они их реализуют только потому, что у них время пока хватает. Когда они будут играть по минутке, может, и не хватит. Так, нас тут спрашивали, между прочим, будет ли наш тандем работать в постоянном сотрудничестве. Мы очень на это надеемся. Вот у меня, в принципе, это в планах. Но зависит, конечно, от разных вещей, от разных обстоятельств. И пытаемся это дело протолкнуть, как только можно. Ну, посмотрим, посмотрим. Если мы будем хорошо работать, значит, много вас будет сюда приходить и нас слушать. Ну, от зрителей зависит, соответственно. Да, конечно. Если вас будет много приходить, то тогда они скажут, ну и хорошо. Значит, это имеет смысл. Итак, сейчас черный, если сыграют король H7, можно конь F5 и ладья D3. Просто по третьему ряду прийти и похоже на мат. Это будет мат, да. Король H7, конь F5. Взяли ладья D3. Я от ладья H3 защиты не вижу, честно говоря. Ну, что здесь можно сделать? Можно как-то с отчаяния поставить ладью на пятый ряд и попытаться отдать ее за коня. Ну, тогда белые могут взять на G6, потом еще пешечками добавить. Ферз C7. Ага. Это хитрый ход, потому что он пытается связать коня. Так, а если конь F5 просто? Ну, там на H2 небольшая. Вот эта вот хитрый ход. А, вот она ловушка сезона. Вот этих фишеровских штучек. Наверное, на это Роберт Джеймсович рассчитывал, когда такие шахматы придумал. Если будет очень плохо, ну вот так вот не заметят моего слона на B8, я их подлавлю. А если начать с ферз H6? Это возможно, но может быть просто угрозы будут не такие сильные, потому что после этого... Ну, собственно говоря, что такое конь на F5? Может быть, он должен быть на H5, но на H5 мы не можем, он перекроет ферзя. Да. Ну, в принципе, обдумывается ход D6, конечно. Но тогда ферзь попытается выйти на другую диагональ и мотовать с G2. Да. Ну, вот, ну, все-таки, мне кажется, D6 это основной ход. Ну, D6, ферзь C6, просто Е4 я не вижу тоже, как спасаться. Ну, да, потому что Е4 ход, с которого можно было и начать. Там ладья бьет Е4, нет, и за ферзь в 6 шах. Он потом на D8 потеряет, да. Конечно, Е4 просто выигрывает. Е4 этот ход нужно делать, все-таки, в принципе. В шахматах надо ходить Е4. Ну, первым годом... И ладья D5 страшная угроза. И ладья D5 еще. Я думаю, что пора складывать здесь комплекты. Начинать заново. Но уже не по-фишеровски. Да, ну, так или иначе, вот мы видим, что классик, я так называю, Фабиана Каруана, в шахматном плане играет здорово. И это его шансы. Видимо, первую победу одерживает. Ладья D6 помогает. Все-таки надо бить, я думаю, на этом. Правильно он сделал. Тогда ферзь F6. Ферзь F6 и взяли на ферзь. Ну, может быть, какой-то отскок ладьей случайно на мат на G2. Но белый холодный ответ – это F3, да? Конечно, конечно. Надо просто все забирать сейчас. Ну, конечно, ферзь F6 самый такой грамотный ход здесь. Да. Король H7 – это вынужденный ответ, чтобы еще с шахмата не потерять. Ну, пора скушать эту ладью. Потому что я за черных мата не вижу. Можно красивые отскоки ладьи, но... Да. Так и сделал. Не видно, чтобы они как-то... Неубедительные они, в общем-то. Ну, можно ладья D4 пойти, но это толку немного. Да. Единственная угроза – это зевок мата. Больше никаких идей нет. Да, потому что, скажем, красивый удар у ладья E8, но он так не получается. Ферз H4. Ферз H4 шаг, да. А потом они, конечно, солидируются и решают партию. Ладья D4 сыграно. Ну, я думаю, ферз E7 можно сыграть. А хотя можно и без этого просто E3 сыграть. Нет, просто сдался. А он сдался. Вот это хорошо. Это вот когда делают люди ход, а потом сами и сдаются. Вот так бывает, когда заметишь просто. Итак.